Наталья Мамина, как говорится, звезд с неба не хватает и высоких результатов в спорте добиваться пока не собирается. Спорт для нее приятный, полезный досуг в кругу друзей. Настольный теннис – своего рода хобби. Сейчас в жизни Натальи главная работа. Она бухгалтер. В одной из частных компаний ее с легкостью приняли после шести лет обучения в университете. У меня мама бухгалтера была, но по себе и маме пошла. Просто когда я чем-то занимаюсь, я была другом и себя ощущаю. Более живым, скажем так. Алексея Козырева падение в горах 9 лет назад приковала к постели, но он сумел не просто встать на ноги. В его жизни появился спорт. Сегодня Алексей – член сборной края по керлингу, занимается дартсом и стрельбой из лука. В его арсенале серебро и бронза российских чемпионатов. И главное, он снова покоряет горные вершины. Когда я еще был на коляске, лежал, ребята мне вытащили кое-какого, дали лук, натягивали. Ну так и пошло. Пытаемся как-то новых инвалидов, которые лежат беспомощные, как-то потягивать, чтобы человек не гнил дома, не лежал, не жалел себя. А добивался, приносил какую-то пользу в обществе. Сегодня в Сочи инвалидам доступны 15 видов спорта. В городе три года назад открыли физкультурно-спортивный центр для людей с ограниченными возможностями. Теперь в Сочи проводят спартакиады и открытые чемпионаты. Спортсмены-паралимпийцы завоевывают высокие награды на краевых и всероссийских соревнованиях. А еще каких-то пять лет назад они об этом и мечтать не могли. Успешное проведение паралимпийских игр открыло перед городом новые возможности. Как подтверждение, местом проведения всемирных игр ампутантов и колясочников в 2015 году выбран Сочи. Самые лучшие условия это здесь. Почему Сочи и выиграл проведение всемирных игр, потому что приезжали специалисты из IPC и они обалдели. Они сказали, у вас все уже есть. Всемирные игры ампутантов и колясочников проводятся раз в два года. Предыдущие проходили в Нидерландах. В них приняли участие 230 спортсменов из 26 стран. А первые игры прошли в далеком 1948 году. И сегодня по значимости эти соревнования уступают лишь паралимпиаде. В Сочи игры ампутантов и колясочников стартуют в конце сентября 2015 года. Спортсмены разыграют медали в армрестлинге, легкой атлетике, плавании, стрельбе из лука, тхэквондо и настольном теннисе. Удастся ли сочинцам войти в число претендентов на участие во всемирных играх пока неизвестно. Но самое главное – интерес к параспорту благодаря этому международному турниру станет еще больше.